Бежал из России, опасаясь за свою жизнь, и попал в ряды ИГИЛ. Такую историю поведал в суде челнинец, которому сегодня вынесли приговор за участие в запрещенной в России организации Исламское государство. Уроженец набережных Челнов ничего не отрицал и объяснил все с течением обстоятельств и тем, что якобы иного выхода у него не было. И недели не прошло со дня нападения террористов в мирной Франции. Во вторник российские власти официально объявили, что авиакатастрофа нашего самолета в Египте, в которой погибли 224 человека, это тоже теракт. И из-за взрыва бомбы на борту и за атаку на Париж ответственность на себя взял ИГИЛ. А это уже набережные Челны. Суды над участником ИГИЛа. 40-летний Михаил Головенко пробыл в рядах боевиков более полугода. Бежал из России, опасаясь местных криминальных авторитетов. Говорит, отомстил наркоторговцам за смерть жены, тем, кто посадил ее на иглу. Из Москвы попал в Турцию, а там перебежал в Сирию, где и попал в Исламское государство. Как сам говорил, даже стрелял как-то по самолету из автомата Калашникова. Об убийствах он пока ничего не говорил. В один из моментов соратники заподозрили в нем шпиона. Спасая свою жизнь, он бежал обратно в Турцию. Оттуда через российское посольство вернулся на родину. На улицах Москвы попросту бомжевал. После встретил земляка. Тот помог ему доехать до Татарстана, где он и был задержан сотрудниками ФСБ. Я полностью признаю то, что я там был. И просто у меня будет последнее слово. Я хотел сказать, какие причины мне были туда. Я, конечно, прошу, чтобы меня строго не судили. Я просто был вынужден перейти границу. И мне авиасирийский совет, можно это рассказывать? Это очень важно. Он сказал то, что здесь, если у тебя не будет оружия, здесь война, тебя или украдут, или науку науку, или убьют тебя. И мне пришлось пройти их не муаскар. Муаскар – это учебка новеньких маджахедов. Ранее судимый за грабеж Головенко на этот раз пойдет по статье 208, часть 2. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем на территории иностранного государства. Сторона обвинения запросила почти 7 лет. И назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. У воевавшего в рядах ИГИЛ Челнинца нет ни детей, ни жены. Только 63-летняя мать, которую в ближайшие годы сына рядом с собой не увидит. Параллельно в Челнинском суде идет процесс в отношении другого челнинца, который также пытался вступить в ряды ИГИЛ и более того, затащить туда своих детей. Взяли его у нас здесь, в Челнах, в аэропорту Бегишева. Процесс проходит в закрытом режиме.